здравствуйте у нас такой симпатичный приемничек производства компании и дети шоу-блоренц под названием touring европа информации с сайта радио музей приемник был выпущен в 1968 году приемник имеет батарейное питание также есть возможность подключения внешнего сетевого адаптера или подключение автомобилю целом приемник в неплохом внешнем и рабочем состоянии как видите немножко сломана антенна но это не влияет на работу и принципе антен таких полно в продаже можно заменить приемник рассчитан на работу в диапазонах длинных средних коротких волн и отдельная шкала у кого или как сейчас говорят fm есть регулировки высоких и низких частот сейчас мы посмотрим все это деталях так органы управления включение отключения здесь появляется такая красненькая кошечка включена это настройка эта кнопочка управляет внешне до внешнего подключения внешнего устройства от магнитофона регулировка низких переключатель внутренние внешние антенна есть переключатель диапазона длинные средние короткие ультра короткие и это включение автоматической подстройки частоты при работе на улице коротких волнах сочетание с кнопкой короткие волны включается диапазон 49 метров здесь регулировка высоких здесь вот подсветка шкалы такая кнопочка так значит про прием мне не удалось толком найти ничего не на вот это у нас длинные волны средние короткие и у кого и фактически звук есть только на у кого и так вот он работает у кого вы вполне прилично от регулировки нижние верхние я внутрь приемника не залезал поскольку мои коллекции эти приемники и скорее как образец дизайна того времени мне очень нравится старые транзисторные радиоприемники того времени надо сказать что фирма и детей шау-блоренс делала очень симпатичные модели у меня в коллекции есть еще несколько я их потом покажу связи с тем что youtube очень трепетно относится как ранее авторских прав я не буду записывать музыку с этого приемника а в заключении просто покажу вам фотографии этого приемника с различных ракурсов спасибо спасибо за просмотр! а а а а а а а а а Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова